Всем енот, друзья, с вами Пуховик, и это первое видео в новом году. Лайки, если ждали, ждали, наконец-то, новых видео от Пуховика. И давайте мы начнём цикл прохождения по игре Game Dave Tycoon. Мало кто знает, но игра переводится следующим образом. To you, это во всяких MoRPG, шахмурчатах, расшифровывается как спасибо, то есть thank you. Акун это енот, то есть игра переводится разработчик игр, спасибо енотам. Видимо, еноты уже свои цепкие лапы впустили в разработку игр, и это здорово. Планомерный захват мира начался. Ну, раз еноты такие молодцы, давайте так назовём свою компанию. Спасибо енотам. Спасибо енотам. Имя игрока Пуховик, я буду, наверное, у них попробовать быть главным. Так, причесон. Негр, китаец, ну она обычный, стандартный. И такой, давайте, свитер такой бабушкин такой вот. Ну, почти, да, почти бабушкин такой свитер. Всё, начинаем, да? Компания, спасибо енотам. Поддержка начального уровня, купить игру. Отлично, отлично. Видите, не в пиратку играю, ребят, не в пиратку. Даже какое-то достижение в стиме мне дали. Так, что нам надо создать новую игру, да? Обучение. Прежде чем браться за разработку, вы должны определить, какую игру вы хотите создать. Какой графический технология? Пам, парам. Всё понятно. Будем развиваться, разблокировать. Понятно. Так, давайте сначала определимся с тематикой. Танцы, детектив, мода, романтика. Ну что за бред? Какие-то... Это вообще не игры, это... Блин. Ааа, чёрт. Ну, я не знаю, даже первая игра будет мода. Типа, одень эту... Одень снегурочку или что-то из этого. Экшн, приключения, рпг, симулятор... Симулятор моды. Ааа, окей, давайте так и назовём игру. Модная пизда. Так, выбираем платформу на ПК, я думаю. Всё у нас будет на ПК, потому что это дёшево. Аа, 2D графику. Текстовое слово и использовать... Симулятор моды, это как-то вообще глупо, потому что... Что там будет написано, о, какое у вас красивое платье и так далее. Разработка игры в три этапа, да. Понятно. В эту игру, в принципе, ребятки, я уже играл. Движок, геймплей. Давайте сделаем бездатый геймплей такой. История квеста нам не нужна, наверное, в симуляторе, да? Нам надо... Крутой геймплей и движок. Так, что-то, походу, я не то выбрал, потому что он что-то закупил у меня. И он не может придумать, что вообще можно в симуляторе моды, блин, сделать. С крутым движком. Ааа, я вообще даже не понимаю, зачем я это. Что я выбрал, блин? Я сейчас, мне кажется, разорюсь уже на первом этапе. В эту игру, в принципе, ребят, играл уже два года назад, когда он только вышел. Вот, у меня там даже что-то получалось. Так, искусственный интеллект в симуляторе моды, я думаю, он не столь важен. Пускай будут диалоги, типа, там, вот, там, постройку, шеи, платье классное. И красивые такие будут декорации, да, как-то так вот так сделаем. Сделаем такую модную пизду в крутом, в крутом таком помещении она будет в классном таком. Так, а время разработки может также быть дополнительной функцией для своей игры. Окей, давайте выберем. Давайте выберем. Базовый звук, так, 2D графика, ну да. У нас графика, я думаю, должна быть крутая. И крутой звук. Да, так как, все-таки, если у нас, хотя бы геймплей будет не очень, то, может быть, музыкой мы порадуем юных тупых пёст, которые будут в это говнище играть. Хотя, вообще, не уверен, что кто-нибудь будет в это играть. Разработка вашей игры завершена. Нажмите завершить. Окей. Окей. Да, выпуск игры без исправления повлияет. Это все понятно. Ладно, давайте отловим пару багов. Пару багов, да. Давай, руби баг. Все, завершаем. Ну-ка, давайте. На что у нас способна модная пизда? Разработка вашей игры завершена. При разработке группы опыта, улучшайте навыки. Окей. Да, отлично. Новая тематика, новая комбо. Но, видимо, ничего хорошего. Потому что, я так, насколько помню, если это крутой комбо, то там еще какая-то хрень добавляется. Ну ладно, ничего, для первой игры, для первой игры неплохо. Давайте, нам сейчас... Создать игру с хорошим сочетанием темы жанра. Отлично. Ачивочку нам дарим. Ваша игра готова. Так, давайте ждем. Ждем результатов. Так, а что мы можем... Игровая история. И сразу запустим обучение и исследование. Так, новый движок, новая тематика. Давайте фэнтези, наконец... Нет, давайте Дикий Запад. Как круто. Да, давайте Дикий Запад RPG будет. Типа Деспирадос такой. Да, сейчас сделаем Дикий Запад RPG. Вот блин, офигенное сочетание. И потом Дикий Запад экшон. Модная пизда. Ну-ка. Сколько, сколько баллов. Ну, это даже, я бы сказал, неплохо для симулятора моды. Я вообще ожидал, что его зачмырят и покупать никто не будет. Ну, да, местами весело. Это потому что звук. Потому что, ребят, звук на уровне. Они должны забывать об искусственном интеллекте. Блин, ну ладно. Я могу использовать, чтобы не было вовсе. Да, 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 да. Это я понял. Ну, спасибо енотам. Ни из чекровой индустрии выпустили первую игру. Это инди-проект у нас. Мы инди... Инди-компания. Умеренный ответ авторисенсоров. К нам любопытно, что предстоит в будущем. Давайте, давайте. Мы сейчас такую... Такую охрененную игру сделаем вам, ребята. Что вы прям... Слюни у вас. Монная пизда. 3000 копий. Мы добрались на 42-е место. Сразу же на 42-е место. Нифига. Класс. Классно. У нас есть 21 фанат. Блин. 21 тупая пизда у нас теперь в фанатах. Блин, куда мир катится. Так, Дикий Запад. Давайте сразу новую игру. Генерация игрового отчета, что ли. А. Типа, что добавить... Ну, а пока не будем на это время тратить. Давайте новую игру сразу... Так. Дикий Запад. И сразу две игры по Дикому Западу сделаем. РПГ. Дисперадос. А, так, это будет у нас, давай... Да, Дисперадос так и назовем. Дис... Дис... Пи... Дарас. Вот, Диспидарас. Диспидарас будет у нас. Тоже на пока мы все будем лобать. Следующий. Так, что, графика, конечно, будет у нас крутая графика. Что за Диспидарас в текстовой основе, правильно? Это бред. Так, история квеста, конечно. Конечно, геймплей, ну... Блин, движок геймплей, что нам... Что нам важнее? Ну, я думаю, история квеста, конечно, в РПГ нам нужны, да, крутые? Движок... Геймплей в РПГ, ну, какой нам... Обычный геймплей. Пускай будет движок нормальный, не тупящий такой. Без глюков. Вот. Модная пизда. Нам денег даже заработало сколько-то. Посмотрите, у нас уже 50 фанатов, блин. Так, искусственный интеллект, я думаю, не столь. Диалоги вот это побольше, диалоги. И уровни будут... Ну, да, так же, я думаю, и оставим. Искусственный интеллект, ну, блин. Да, какая в РПГ, зачем искусственный интеллект? Всё, вот так оставляем. Да, отлично. Мы ещё модную пизду не продали. Оно уже до Спидараса готовится. Прям мы ударными темпами идём. Дизайн мира должен быть крутой. Играфончик. Да, вот так на дизайн мира сделаем. Сделаем упор, будут всё так красочные. Все такие, вау! Блин, Спидараса, это самая красивая игра. Классно, ребят, 57 фанатов уже у нас. 50, блядь, 7 фанатов. А, сколько же у Ефанов в земле. Модная пизда сняла с продаж. 9 тысяч копий, доход 64 тысячи, блин, класс. Классно. Я заработал баблинского. Так, отлично. Давайте завершаем. Завершаем. Ну, математика, новая комбо. Ну, видимо, тоже что-то, блядь, это не круто. Это, видимо, не круто. Ладно, выпускаем игру. Первый отзыв об игре, здесь, Спидарас. Ну-ка. Давай, давай, шестёрочку, давай, давай. Классно же, РПГ, РПГшечка. Акшон. А, нет, не экшон, не сюда. Дикий запад. Акшон. О, семёрочка, отлично, семёрочка, семёрочка. Мне это нравится, блин, класс. Ребят, всё, увидите, вторая игра у нас уже гораздо лучше вышла. Так, исследование мы будем делать, что у нас в тематике, закон, транспорт, пираты. Давайте пока фэнтези исследуем. Даже всё равно по фэнтези мы будем, я думаю, делать что-нибудь крутое. Так, ГН-64, всё, он, короче, закрывается, это закат его, ГН-64. Так, ну-ка, давай, Спидарас, как ты продашься, как ты продашься. Класс. Четыре тысячи копий, по-моему, было, да, в первый день, Спидараса. Класс, на тридцатом месте, блин, ребят, мы даже прям в топ-100 входим. Шикардос. Добился рекордных продаж в компании больше 10к проданных копий. Классно, блин, ребят, отличную недушатину выпустили. Отличную. Так, фэнтези, давайте сразу новую игру. Так, новую игру. Давайте Дикий Запад и Экшон сделаем. Экшон. Будем стрелять всех, всех, всех этих ковбоев Мальборо. Так, если помню, был такой фильм, Отчаянный, да? Отчаян... Отчаянный с двумя... Отчаянный, отчаянный. Блин. Короче... Ковбой... На Дикой... Ло... Блин. Ло... Ша... Где? Лошади. Ковбой на Дикой Лошади. Так и назовем, пожалуй. Лошади. Ага. Давайте начинаем. 2D графика, конечно же. Блин. По-моему, ребята, там Е должно быть на конце, нет? Так. История квеста. Движок. История крутой геймплей будет и движок на уровне. Отлично. Ковбой на Дикой Лошади, давай. Деспирадос. Блин, у нас фанаты прибывают. Классно. Искусственный интеллект должен быть крутой. Диалоги вроде как не нужны. Дизайн уровень. Искусственный интеллект. Нажды боролся за первенство в экшене. Нинвенда готовится к запуску. Понятно. Понятно. Так, новая консолька сейчас выходит. Так, у нас уже много-много исследований. Графон. Да, графон. По дизайну мира поменьше. Вот так графон и звучочек сделаем. Тоже красивый. В экшене тоже красивый. Выстрелы красивые. Там, я не знаю, диалоги иногда. Те, в редкий момент, когда там будут диалоги. Да, что-то, блин, ребята, экшен-то с Дикого Запада. Тринадцать тысяч копий. Девятьдесят пять доход, класс. Магьем, магьем. Давай, давай, подработай, подработай еще маленечко. Все, ладно. Выпускаем эту дюшатину в экшен. Новая комбо. Видимо, стрёмно. Какой-то комбо я выпустил. Ладно, давайте еще раз исследуем. Виртуальные животные? Виртуальные животные. Точно, блин, ребят, виртуальные животные. Это надо исследовать. Сейчас объясню, почему. Но первые отзывы. На колбоне, на дикой лошади. Кстати, ребят, вы там... Блин, довольно плохо. Если у кого-то будет подхертить, на колбоне, на дикой лошади, в Е на конце пишется. Так что, я имею в виду, вы не думаете, что так все плохо, на самом деле, у меня. Давай исследуй себя, что так ковбой-то у нас... Блин, ну почему? Почему? Здесь потенциал. Да, работу мне давай. Я хочу заработать на блаб. А, вышла новая консоль. Так, блин, ну почему так плохо? Почему так это плохо вышло? Ну это же экшен, это же... Это же, блин, круче без пирадоса должно быть. Новую тематику. Вот, теперь виртуальные животные. Давайте-ка отработаем еще контракт. Попробуем, да? Заработаем баблинского. Четыре недели. Ну, давайте. Анимация логотипа. Окей. Давай-давай, анимируй. Фотошопчик! Фотошопчик, ёпта! Графон! Хотел поблагодарить за покупку нашей игры. О, спасибо. С самой первой игрой? Класс. Меня поблагодарили разработчики. За то, что я купил их игру. Так что, ребят, не надо пользоваться пиратской. Блин, я не успеваю! Разработчики, я сейчас удалю вашу игру, не буду в нее играть. Ну давай! Ну! Ну нет! О-хо! О-хо! Ну-ка, давайте как-то другую работаю. Гляну, слишком сложно. Вот. Пять недель. Технология дизайна. Интересно, я... Сказ продаж 7000. Блин, даже меньше, чем модная поебень продавалась. Она, по-моему, тут 9000 копий продалась. Технология дизайна, давай ты успеешь! Отлично! 22 на наш счет. Так, давайте создать новую игру. Виртуальные животные. Симулятор приключения. Симулятор виртуальных животных. Еноты атакуя. Это мы будем, как бы так сказать, своим зоопарком руководить и помогать енотам захватить мир, не только игровую индустрию, но и все остальное. Геймплей должен быть, да, так, история квесты. Должен быть в симуляторе квеста? Я думаю, нет. Давайте так и оставим, у нас все будет с геймплеем. Круто будет он, вообще офигенский геймплей в симуляторе. Будем симулировать, симулировать и высимулируем что-нибудь генотное такое. Искусственный интеллект, он в жопу не нужен. Диалоги. Пускай будут какие-то красивые геноты и все. Красивый мир. Игровая платформа вышла. Новая. Отлично, отлично. Скоро мы сделаем какой-нибудь экшончик такой на Нинвенда. Так, надо графончик и дизайн мира. Да. Стандартный такой комплект от пуховика. Графончик и дизайн мира. Смотрите, довольно-таки неплохо. Неплохо очков набирает геноты атакуя. Викторий животный симулятор. Давай, давай, давай. Ну да, могу быть, конечно, и лучше, но ладно. Новая комбо, новая тематика. Отлично, я опнулся. Да, теперь я буду больше, смогу больше очков капывать. Так, давайте сразу прям новую, новую игру. Ну, конечно же, давайте. А может быть, детектив приключения? Давайте фэнтези-рпг, да? Ну, стандарт такой фэнтези-рпг. Типа Диаблы. У нас что-нибудь надо с енотами связанное, да? Типа Диаблы. Диабля против еноты. Итак, 80К лицензии. Ни хрена себе. Ну нет, сюда мы какое-нибудь приключение сделаем, а пока всё-таки мы сделаем именно такой вот, да? Рпг-шечку. Уж с мышкой всё-таки, наверное, там надо будет играть. Выпущенный енот атакую. Ну-ка, оценочки, оценочки. Симулятор енотов. Шесть. Ну это же симулятор, блин, енотов. Там же, там же интересно, там же много енотов. Это же должно быть круто. Ну ладно, шестёрочки, в принципе, тоже для начинающей студии, я думаю, довольно-таки неплохо. Теперь у нас сейчас второй уровень стал. Мы сейчас будем побольше. История квесты. Давайте в геймплей побольше. Типа там у нас будут новые классы, там всякие. Ветка развития интересная и что-нибудь в этом роде. Так, вот так, смотрите, смотрите, как быстро пошло. Да попёрла просто. Вот давайте диалоги побольше. Дизайн уровней. Вот так вот, да, ставим, классно будет сейчас. Блин! Фэнтези, ёпта! Я, бляд! Против енотов! Так, еноты, в принципе, неплохо подаются. А, дизайн мира. Давайте дизайн мира. Звук, что ли, сделаем, такой. Нет, ну как, в Диабли классно играют. Это самый звук блоков. Давайте всё, давайте вот так всё сделаем. Всё, всё, всё на, всё на среднем. Вот так вот, да. Всё сделаем. Вот типа всё крутое у нас будет. Всё на уровне будет. О, как, смотрите, новый рекорд, по-моему, ребят, по-моему, новый рекорд. Давай ещё баги отловим. Пока отловим баги. Да, отлично, технология, отлично. Выпускаем. Новый рекорд, новая тематика, новая комбо. Класс. Выпускаем игру. А давайте пока она выпускается, мы работу по контракту найдём. Да, 22 тысячи заработаем по-быстрому. Первые отзывы. О, Диабли против енотов. Да, да, да. Да, 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 да. Они продолжение хотят. Отзывы. Фэнтези. Фэнтези, отлично. Блин, ползунки-то я классно, видимо, распределил, что всё круто вообще. Больше еноты. Класс. Очень хорошо. Восьмёрочки-девяточки. Блин, ребят, это шикарно. Это шикарно. Давай-давай-давай, еноты. В первый день шестичку пить, блин, что так мало? Я почему-то думал, что там будет вообще много-много-много. Прёсходная работа. Так, мы выполнены хренатинику. Давайте сразу же... Что, мы сможем исследовать? Тематика, комедия. Так, нам для игрового движка надо... Нет, надо ещё одну игру сделать, ребят. Создать новую игру. Так, жанр. Давайте приключения. Приключения детектив. Да? Детектив, да. Детектив. Точно. Так оно всё и будет. На ПК-шечку. Так, приключения детектив. Это... Лейтенант Коломбо. Коломбо. Мы будем ловить плохих преступников в двухмерном мире с двухмерной графикой. И при этом там будут крутые диалоги. И мы такие... И мы будем такие цепляться. Движок не должен быть глюченый. Вот так. История квеста должна быть крутая. Так. Ну, тут геймплей, конечно, что? Обычный. Движок не должен глючить. Мы такие... Приходим-ки, цепляемся к одному чуваку и такие... Эй, мужик, ты не знаешь, кто убил ту тётку. Чё-то, видимо, я ребят натупил и плохие ползунки сделал, что ли. Детектив с приключениями не вяжутся. Диалоги должны быть просто офигенные. Да. Не сделал диалоги побольше. Смотрите, блин, Диабль это против енотов неплохо подаётся, вообще шикарно подаётся. Графон. Это дизайн мира. О, давайте сделаем приключения всё-таки. Мир должен быть классным. Мы же должны где-то приключировать в нормальном месте. Так, всё, давай ещё добивай. Добивай технологии, дизайн. Всё, давай по максимуму. По максимуму. Сейчас ещё прокачаемся. Выпущено. Так, отлично. Надо, надо сделать на тест, ребята. Насилить бабки на лицензию. Нам надо сделать на неё игру. Класс. Снят с продаж. 24 тысяч копия, это рекорд. Для нас рекорд. Так, новый рекорд. Новая тематика, новая комбо. Отлично. Выпускаем игру. Так, и давайте исследуем всё-таки игровой движок. Сейчас сделаем такую крутяцкую игру на своём движке. Первые отзывы. Лейтенант Коломбо. Приключение Детектив. Ни хрена себе! Блин, Коломбо рвёт просто всех. Просто рвёт всех на части, блин. Ребята, я верил в Коломбо. Класс. Играю днями, играю ночами. Вторая индюшатина уже вышла от нас. Крутяцкая. Что ж, ребят, давайте, я думаю, на этом закончим первую серию. И вернёмся уже очень скоро. С вами был Блуховик. Не забывайте подписываться на канал. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok